То, что происходит после войны, примерно то же самое происходило до войны, начиная, на самом деле, начиная с 1994 года, но первые годы было не так, потом постепенно увеличивалась интенсивность сначала перестрелок, потом акции, диверсионных актов и так далее, и так далее. И оно было всегда. Ничего нового не происходит. Граница изменилась просто. Граница, скажем так, армянских государств, давайте так это назовем, она была в Гурадизе, а теперь она в Капане. И переместилось то, что происходит, просто ближе сюда и происходит непосредственно на границах Республики Армении. Хотя, если мы припомним, и на границах Республики Армении происходило это, и в Тавуши, и на Нахичеванском направлении, и так далее, в общем, все время. В этом смысле ничего нового не происходит. Ожидать, что азербайджанцы вот возьмут то, что они возьмут, и после этого, от того, что они взяли это, они успокоятся и перестанут совершать такого рода акции, по-моему, не очень рацион. Азербайджанцы не считают, что Карабахский конфликт разрешен, они так говорят. Но если посмотреть на то, не на то, что они говорят, а на то, что они делают, да, впрочем, и то, что говорят тоже, да, видно, что Карабахский конфликт не разрешен. Очень просто это все. На территории, которую Азербайджанцы считают своей, 8,6 тысяч квадратных километров. Это международно признанная территория Азербайджанской Республики. Есть чуть больше трех тысяч квадратных километров. Это примерно 4%, чуть-чуть меньше, 4% территории Азербайджана. Азербайджан оказывает на Армению давление. Это давление, оно сейчас не столько по Карабаху, потому что понятно, что отвоевать территорию Азербайджана сейчас не может. Вокруг нее стоят русские миротворцы. А у нее есть цели, которые, ну вот, пошагово они пытаются выбрать все результаты войны. Война была победоносной, они пытаются взять все, что возможно. На сегодняшний день это, как мне представляется, коридор и договор. В основном они хотят этого. То, что они хотят на сегодняшний день, давайте обозначим, да, потому что очень много того, что говорится в Армении и в Азербайджане, это игрослов, это такой спор о терминах. Под коридором азербайджанцы, или там под открытием дорог, вот так это, да, открытием коммуникации. Азербайджанцы имеют в виду не открытие коммуникации между Идживаном и Махачкалой, или между Дзилиджаном и Ставрополем. Они имеют в виду железную дорогу, а может быть и автомобильную, через Сюнинг, через Юг Армении, из Азербайджана, даже не в Нахчан, а в Турцию. Проект «Дорога из Азербайджана в Турцию» существует. Она называется «Ахалкалаки Карс», и я думаю, тебе лучше всего известно просто по месту происхождения своего, что она не работает. То, что они хотят, это бумага, повторюсь, которую можно будет возможности сказать, вот армяне признали, что Карабах наш. Армяне при этом могут говорить, что мы ничего не признали, но это должна быть такая бумага, которая годится для азербайджана, потому что, ну, то, что я сказал, понимают, для этого великим политологам быть не надо. И азербайджанцы понимают, что Карабахский конфликт не решен, что там говорить, да. И вот это то, по поводу чего Азербайджан давит? Давит по-всякому, заканчиваю. Он давит пленниками, военнопленными, которых не выдают. Он давит дискурсами. Он давит дипломатическим способом через третьи эстрады, через Россию в основном. Возможности прямых дипломатических способов давить на Армению нет. И он давит вот этими вот акциями. Думать, что это все остановится, ну, не серьезно. Россия не продвигает в Армении азербайджанскую отельку. Но есть лакуны, есть какие-то темы, в которых армянские интересы совпадают с российскими, а есть какие-то, в которых азербайджанские совпадают с российскими. Совпадают не полностью и то, и другое. Скажем, там, предположим, азербайджанно-турецкая позиция, она едина, и она не сменяема в политической реальности. То есть изменить ее нельзя. Их интерес в этом. Российская, она немножко другая. Если говорить о том, что работает, на том поле, на котором работает азербайджан, есть поле, на котором Армения работает. Тогда это поле следующее. России нужно, чтобы что-нибудь происходило после 9 ноября. Азербайджанцам нужен только этот коридор. Ничего остального им не нужно. Им нужно принудить Армению к этому коридору. У России не так. России нужно, чтобы какой-то процесс шел, и это было бы открытие дорог. Не только этого коридора. Конкретно в этом коридоре специально Россия не заинтересована. Для Азербайджана это существенная проблема. Серьезная очень. То есть связывать Нахидживан с Азербайджаном, с основной частью Азербайджана, и далее Турцию. Это проблема очень серьезного политического свойства. Для России, которая уже находится на Южном Кавкаде, уже находится на той территории, которую Азербайджан считает своей, Уже у нее есть военное присутствие, и я очень сильно сомневаюсь, что Россия собирается оттуда уходить. Вот в ближайшее время, скажем, через 4 года. Не похоже очень на это. Ей нужны другие вещи. Ей нужна гораздо более общая вещь. Для того, чтобы процесс азербайджанно-армянского взаимодействия удалось запустить при спонсорстве России. И таким образом Россия фактически станет «минской группой». В кавычках она будет обеспечивать этот процесс и вести его куда-то дальше. Тогда присутствие России здесь, вот как раз в таком случае, станет чрезвычайно необходимым все время, потому что им же нужна субъектность НКР русская. Для того, чтобы нечто миротворить, надо, чтобы это нечто существовало. Для того, чтобы гарантировать физическую выжимаемость каких-то людей, надо, чтобы эти люди там находились. Если бы азербайджанцам удалось то, что они хотели. А именно уничтожить или депортировать все население целиком. Кого бы там миротворили, извиняюсь за такое слово, русские. Вот это. Коридор – это только часть. А для азербайджана и Турции – это цель. Россия сделала так, потому что она посчитала это нужным для своих интересов. Вот, повторюсь, интерес в коридоре у России не такой, как у азербайджана. Это поле, на котором можно работать. И работают, судя по всему, наши власти. Они ведь фактически что говорят? Они говорят, окей, ребята, они хватают за слова. Пытаются потолкнуть, как вы только что процитировали Давида. То есть они говорят, вы говорите об открытии коммуникации, давайте открывать коммуникации. Но слово одно, а значение разное. В азербайджанском контексте, в турецком и турецком контексте, в российском контексте и в армянском контексте. Вот это вот открытие коммуникации означает совершенно разные вещи. Конечно, это конкретное столкновение приостановить, скорее всего, получится. Но в сколько-нибудь длительной перспективе у Азербайджана нет никакой мотивации останавливать давление. Просто нет вообще никакой переговоры в Москве. Сейчас это не какая-то случайность, что Азербайджан погладит по головке и он перестанет. Это, повторюсь, стратегия. И поддерживать такую обстановку на границе, это то, что Азербайджан делает для того, чтобы добиться от нас определенных уступок. Более того, я вам скажу, в тот момент, когда он добьется от нас этих уступок, и если добьется, он будет продолжать разные формы давления для того, чтобы добиться следующих уступок. Потому что теория, часто озвучиваемая в Армении, о том, что если ты отдашь и потеряешь ресурс, и противник получит то, что ему нужно, то он на этом остановится. Эта теория нерелевантная реальность. Наоборот, прибавление ресурса приводит к тому, что противнику сложнее становится что-то там осуществлять. И так далее. До тех пор, пока у нас ситуация, что ты можешь зайти на территорию Республики Армения, вооруженные люди могут зайти, и их встретит гюлопет, или пастух, или, я не знаю, какой-то прохожий, а не хотя бы пограничник. До тех пор представить себе, что это остановится, нет, сложно мне. Конечно же, я понимаю, да, после проигранной войны, против, после такой ситуации, деморализации, шока, которая не только в армии, но и в обществе, после всей той чехарды, которая у нас происходит в армейском руководстве, вот это все, понятно, что эту ситуацию нельзя исправить за один день. Более того, чрезвычайно важно смотреть на то, что вот чем Ерасх отличается, например, от Георгар Кудникова. В Ерасхе граница старая. Любой гражданин Армении, который когда-нибудь ездил в Сюник, или, я не знаю, там, куда-то, он это видел, не надо объяснять, да, про вот эти сооружения, вот, про все то, что было там построено за эти 30 лет. Соответственно, вот зайти и взять какие-нибудь там 30 квадратных километров, там невозможно, вот никакой Север-Лич, там невозможно, там будет и за 200 метров это все происходить. Вывод из этого один, с той стороны тоже должна быть обустроенная граница. Это не то, что можно сделать за один день, но прошло не один день, а уже 9 месяцев, почти 9, да. И вот, если и когда это начнет обустраиваться, это приведет к наличию, потому что граница – это тоже ресурс, да, граница – это тоже нечто, обустроенная граница, с чем ты можешь каким-то образом пытаться взаимодействовать. Пока не очень я этого вижу, но посмотрим, как будет дальше. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.